добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые слушатели сегодня у нас среда 20 апреля и интернет портал радио центра сангейс начинает свои программы как 8 часов утра на восточном побережье 9 западном побережье только 6 часов утра в москве 4 часа дня ну и мы начинаем нашу программу и сегодня у нас прямой репортаж из бали и прямо вот у меня на экране очень красивая женщина реализованный человек который вот там на бали сейчас она будет сама все об этом рассказывать почему именно бали и и как она там своей реализации что она получила ну не знаю таня во первых здравствуй можем на ты мы все-таки встречались прямо там на бали давай я не буду рассказывать о тебе может быть и сама расскажешь о тебе о себе да да прекрасно очень можем так сделать конечно майкл да спасибо огромное вообще спасибо большое за эту возможность и центру сангейт да и тебе лично огромная благодарность за эту возможность встретиться с радиослушателями и вообще это очень символично потому что ваш центр называется сангейт а я таня сани да то есть мы каким-то образом все равно связаны с солнцем да это очень здорово да и солнечный остров бали в том числе который я посетил буквально совсем недавно где мы встретились вот так уж получилось то переписывались а там прямо вот на бали и встретились да ну расскажи во-первых чем ты занимаешься и как ты пришла к тому что вот именно бали что это за место такое я астролог до ведической западной традиции работаю на стыке этих двух направлений я практический психолог психоаналитик астропсихолог дизайнер гармонизирующих украшений я писательница пишу сказки для взрослых и для детей такие гармонизирующие сказки я бы сказала ну и конечно организатор путешествий потому что без этого невозможно болит туристический остров бали это вообще сказка моей души потому что я сама родилась на украине жила во многих странах но вот однажды как в сказке я увидела сон я вырезала красивую гору в океане очень красивые храмы многое с резными такими камнями да скульптурами и людей в белом которые несли цветы и фрукты храм и каково же было мое удивление когда несколько месяцев спустя когда я приняла решение поехать на бали я увидела что во сне мне приснился главный храм матери бисаких на горе огун на главной горе этого острова и в том сне было очень интересная как бы была бесцелесно да видела три ветра красный черный и белый вот один говорил здесь кто-то есть говорит она что-то ищет а третье говорил вот время пришло она может прийти взять и сделать то что и нужно и вот так вы знаете случилось потому что я приехала я влюбилась в это место с первого взгляда с первого вдоха и действительно открылось очень много знаний которые потом привели мне ликвидической астрологии потому что западная немножко раньше занималась да и конечно очень изменили мою жизнь потому что я решила приехать работать и остаться здесь уже жизнь основательно меня абсолютно покорил океан поэтому это место конечно для меня родной знаете как бывает родство души да ты попадаешь какое-то место это чувствую что душа уже была здесь много раз и она принадлежит этому месту очень интересно да я хотел спросить извини что прерываю хотел спросить ну ты астролог во первых ну и как любой астролог он обладает не только знанием техническим то есть взять и там разбираться это все хорошо но любой астролог он должен быть в свою очередь и психологом собственно говоря ты закончила официально у тебя есть дегри скажи мне ну вот ты вначале увидела во сне а ты проверяла это все с помощью астрологии с помощью психологии с помощью то есть если бы допустим ты проверила такой гипотетический вариант и у тебя бы там не сошлось скажем то как бы ты поступила ты тоже я думаю поскольку был сон то она бы сошлось то есть он это вещи сон людей так происходит то однозначно будут уже показатели в карте для этого ну вот если мы начали уже говорить о карте то скажи пожалуйста знание натальной карты это карта рождения и вообще-то говоря астрология это не предсказание это всего лишь прогноз ну для чего надо знать хотелось бы точнее знать карту натальную чтобы человек понимал для чего надо это это же не предсказание верно ведь ну вот знаешь для того чтобы это все понять я бы хотела начать свой разговор так как я его построили это будет непонятно это будет непонятно материал на самом деле сложно я постараюсь очень простым языком донести это до людей но тогда мне нужно соблюсти вот это все по порядку хорошо еще один момент который я хотел сказать почему у меня имя сани мой псевдоним потому что когда я приехал сюда работать никто не мог произнести мою длинную украинскую фамилию и вот пришло время делать новые визитки мой генеральный менеджер большого резорта говорит давайте тебе что-то короткое такое сделаем я естественно возмутилась ну как это может быть поменять свою фамилию но в это же время готовилась к печати моя первая книга сборник сказок душа реки и редактор сайте живет у вас в америке и она мне присылает эту версию говорит от художника да это все уже редактированную говорит ты понимаешь только один вопрос твой длинная фамилия вместе с именем в этом варианте не входит на обложку надо что-то делать я понимаю что это тоже знак да и не знаю какую фамилию в какой же псевдоним взять тогда меня балийские жители мои коллеги балийские просто спасли они сказали ну ты улыбаешься как солнце давай мы тебе назовем сани это будет правильно вот так у меня появился этот псевдоним сани ну каково же было мое удивление когда уже совсем через какое-то время спустя я изучала ведические тексты гимны в одном из гимн богини сарасвати я увидела что одно из ее ему это солнечное поэтому я для меня это большая честь для меня это большая радость и счастье что остров подарил мне такое имя великой богини мудрости священного знания и красоты вот такая моя небольшая маленькая история ну понятно богини сарасвати это богиня образования и это знание которое нам было бы надо для того чтобы идти по пути по нашей реке плыть жизни по пути знаний для того чтобы мы начали разговор по нашей теме я хотел тебя для начала поставить музыку музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, но прозвучала музыка А я сейчас объясню, что это такое Очень интересная музыка И для многих, наверное, будет удивлением, когда я скажу, что это музыка числа Пи Вот того самого числа Пи, который мы ещё в школе учим, это математическая константа, да, которая описывает отношения длины окружности к длине диаметра 3 дробь 14 в округлённом состоянии, это рациональное бесконечное число, да, американский тоже музыкант Майкл Блейк И вот партию левой руки он просто сделал для созвучия, чтобы это звучало как единое музыкальное произведение Ну вот на секундочку хочу заметить Всего 39 знаков после запятой в числе Пи нужно для того, чтобы описать длину окружности, опоясывающие все известные космические объекты в нашей Вселенной То есть, Майкл, у тебя сейчас в студии прозвучало несколько Вселенных, потому что не 39 знаков, а 120 Да, такая вот невероятная вещь произошла, да Но я ещё очень хотела, чтобы слушатели послушали эту мелодию и задумались, что многое, что мы видим и, кажется, нам знаем в этом мире, да Таковым не является в реальности, да Ну вот, например, там сухие цифры математические могут быть такой красивой мелодией Да, либо если мы подумаем о звуке, что такое звук, да, на самом деле это беззвучные колебания, воспринимаемые человеческим ухом И тогда мы слышим звуки разного тембра, разной высоты Что такое свет? Это электромагнитное излучение, воспринимаемое человеческим глазом И оттенки, и цвета, они присутствуют только в человеческом видении, да То есть всё зависит от этих приборов видения, да И для нас такими приборами видения являются органы чувств И эти органы чувств нам позволяют осизать своё тело плотным, да, чувствовать его форму Но ведь плотное тело — это всего лишь иллюзия, да Смотрите, наше тело состоит из клеток Химические вещества входят в состав клеток в виде молекул Молекулы состоят из атомов, да С точки зрения квантовой механики молекулы состоят из атомных ядер и электронов Если мы пойдём внутрь ядра, мы увидим протоны и нейтроны Все в школе учили это, да, вспоминайте Дальше мы пойдём в мир субатомных частиц И дойдём, наконец, до тех известных на сегодняшний день фундаментальных частиц Которые больше не делятся, да Это электроны, это нейтрины, это кварки Так вот мы состоим, наши тела, да И все они движутся, да, по орбитам, вокруг центров своих, да Точно так же, как планеты вокруг Солнца, там, центров звёздных систем и так далее Когда-то Друнвалом Альхиседека в одной из своих книг, посвящённой древнему цветку жизни Он делился своим опытом, он писал, что три дня не мог встать вообще с постели Когда к нему пришло это глубочайшее осознание Какое количество маленьких элементарных частиц Крутится, да, вращается, вибрирует в его теле на невообразимых, немыслимых скоростях Что это было для него такое большое, глубокое потрясение А ведь мы каждый день пользуемся своим телом, мы даже не задумываемся об этом, да О том, что мы состоим из таких же элементарных частиц, как и планеты, как и звёзды, как и всё в этой Вселенной То есть вот, знаете, как будто светящаяся точка, да Если она очень быстро движется, мы видим такой круг светящийся, да Вот по такой аналогии, да, и тело, мы состоим из маленьких частиц, которые очень быстро двигаются И за счёт того, что у нас так устроены наши органы чувств, мы можем почувствовать наши тела такими плотными Ведь главное, да, как мы на вещи смотрим И умеем ли мы расширять рамки своего сознания Можем ли мы выходить за границы своей психической реальности Способны ли мы представить, что может быть как-то по-другому Я опять вернусь к тому, что мы состоим из таких же частиц, как и планеты, и звёзды И уже на этом физическом элементарном уровне мы являемся неотделимой частью Вселенной Вот сейчас мне вспоминаются слова известного американского астрофизика Крауса Красивые очень слова Он говорил, что любой атом в твоём теле — это частичка взорвавшейся звезды Возможно, атомы в твоей левой руке взяли начало в одной звезде А атомы в правой — в другой Это самое поэтичное, что я знаю о физике Мы все — звёздная пыль Нас не было бы здесь, если бы звёзды не взорвались Звёзды умерли для того, чтобы мы сейчас могли жить Красивые слова, правда? Ну да, очень интересно Очень невероятно, да И на самом деле это правда В каждом из нас могут находиться атомы из других галактик Из очень далёких звёзд, да совершенно разных То есть каждый человек представляет такой космический букет И не мы, находясь на Земле, не Земля Мы не существуем отдельно от остального космоса Мы вообще живём в океане космических влияний Передатчиками которых являются планеты И несмотря на то, что они кажутся очень далёкими Их энергетические поля достигают Земли, они влияют на земную жизнь На наши тела, на наши души, на наши мысли На наше здоровье, на события нашей жизни Но вот парадокс в том, что даже являясь частью Вселенной, да, вот большинство людей Они недооценивают влияние планет на нашу жизнь А многие вообще в него не верят Хотя знают и о магнитных бурях, да, и о днях солнечной активности Вот когда повышается уровень аварийности, да, усугубляются проблемы с сердцем Знают о приливах и отливах О влиянии Луны на эмоциональную сферу человека, да, особенно когда у нас сменяются фазы Луны, да, с женскими эмоциями, что происходит, да, о влиянии затмений, да Но вот это неверие, оно только подчёркивает нашу отдалённость от природы Оно говорит о том, что мы не осознаём своё место во Вселенной Мы не понимаем свою роль в этом мире, своё предназначение, в конце концов, кто мы И, возможно, поэтому в современном мире есть много учёных, которые считают, что человек устроен таким образом, что он всё время ищет в окружающем мире Какие-то образы подобия, похожести, соответствия своего организма, да, и окружающего мира Помнишь, как в Солярисе было, да, человеку нужен человек, да И это всё для того, потому что это единственный способ для человека придать смысл существованию этого мира и ему самому То есть очень важно, чтобы человек это осознавал место, свою роль и кто он такой Потому что когда мы этого не осознаём и даже не знаем о существовании, да, вот этого мира вокруг Тогда мы рискуем попасть под удар судьбы, которого при других обстоятельствах мы могли бы избежать Если бы знали законы, по которым всё вокруг функционирует и живёт И вот такие негативные столкновения с космическими энергиями проявляются в нашей жизни в виде различных травм, болезней, конфликтов, потрясений, каких-то неудач в жизни Вот представьте себе, пожалуйста, вот, Майкл, представь, ты стоишь на одной стороне улицы На другой стороне улицы находится мечта твоя, да, или цель какая-то, да, потому что мы сегодня ведь заявили, как так вот сделать, чтобы мечта стала реальностью Но если человек не осознаёт, в каком месте он находится, он не понимает, кто он, да, и что он вообще может делать Он только видит свою цель, свою мечту, а вокруг него происходит движение И снизу, и сверху, и по сторонам, и впереди него И вот он решает двинуться, и что потом получится? Попал под плутон, да, столкнулся с Марсом, или что-то ещё произошло, да? Ты имеешь в виду, переходя дорогу и не обращая внимания на движущий транспорт, да? Он попал под плутон в виде велосипеда, столкнулся с Марсом в виде... Да, какого-то более серьёзного транспортного устройства Абсолютно верно, да В общем, таким образом можно не то, что не превратить мечту в реальность На неё просто можно не дойти совсем никак То есть для того, чтобы это произошло, нужно знать правила космического движения Это законы, по которым живёт Вселенная И по которым функционируют и движутся все эти небесные тела Вот планеты, они, когда движутся в своей орбите, они вбирают и спускают энергию И с помощью таких тонких силовых линий они связывают всю Солнечную систему И нас в том числе, потому что мы частью её являемся, да, в единый организм И вот эти излучения планеты, они сплетают ткань жизни и всего творения Что такое время? Да, вот с точки зрения современной науки Это силовое поле, да, которое зависит от силы тяготения находящихся в нём объектов Но для нас, живущих на Земле, главными объектами являются Солнце и другие планеты, которые обладают мощными магнитными полями То есть другими словами, планетарные и звёздные энергии формируют и время, и мир, пространство вокруг нас, и нас самих, да Настраивая вращение наших частиц в нашем теле на определённые скорости и частоты И в планетах отражены силы космического разума, который правит всем сущим посредством времени То есть планеты, они действуют не только на наше физическое, материальное тело, но и на все тонкие тела Поэтому их влияние мы чувствуем не только здоровьем, допустим, или болезнями в нашем теле, но и различными событиями в жизни Потому что планеты — это проводники кармы Вот сейчас очень многие люди, да, интересуются своим здоровьем И уже пришли к пониманию, что полное благополучие, вот well-being, да, когда мы говорим Возможно только при гармоничном балансе нашего физического тела, да, тонких энергетических систем и природных сил Вот, кстати, очень часто в различных эзотерических и духовных даже в некоторых практиках Вот про природные силы как-то забывают, да, тонкие энергетические тела, физическое тело — это важно А вот природные силы, вот то, что я говорила, да, правила космического движения и законы устройства Вселенной, да Оно как-то ещё остаётся где-то за кадром Вот медицина, она придаёт огромное значение наследственности и изучению генетического кода человека Потому что генетический код, он представляет собой программу, которая позволяет выяснить, какие болезни могут быть унаследованы И уже наша медицина дошла до такого уровня, что эти болезни во многих случаях могут быть скорректированы, да Либо это может быть какой-то облегчённый вариант, чтобы после рождения ребёнка не так сильно это всё развивалось, не так драматично было Но ведь существует ещё и кармический код, да, который определяется подсознательными программами И этот код, вот мы к ней пришли, натальная карта, которая написана астрологическим языком, согласно данным рождения человека И вот это самый важный документ в жизни человека Потому что натальная карта, она показывает программу души на это и будущее воплощение И натальная карта, она объясняет, да, почему человек, допустим, выбирает те или иные паттерны поведения Через какие ситуации в жизни ему нужно пройти, какой душевный опыт приобрести, да Она указывает время, когда в его жизни с наибольшей вероятностью могут произойти там те или иные события, да, например Покажет слабые и сильные стороны его, расскажет о его способностях, талантах, об особенностях мировосприятия этого человека Она может сказать о предрасположенностях к болезням, о конституции тела Может дать рекомендации по образу жизни, оптимальному для склада человека Объяснит, какие жизненные задачи его ждут впереди Как правильно проходить необходимые уроки в жизни Как смягчить испытания То есть она поможет человеку понять своё место и направление, куда он двигается в этой жизни То есть какую роль, какое у него предназначение То есть натальная карта — это тот документ, который содержит эту информацию И вот самое интересное, подобно тому, как генетический код может быть использован и скорректирован средствами современной медицины Подобно этому и кармический код тоже может быть скорректирован И люди могут работать над гармонизацией своего кармического кода Над гармонизацией планетарных влияний, которые негативно сказываются в карте Вот, собственно говоря, на своих программах и курсах мы занимаемся знакомством с натальными картами С участниками натальной карты, то есть с планетами Солнечной системы О том, каким образом они могут взаимодействовать на человека, на его тело, на его жизнь, на его судьбу, на события жизни, которые происходят Мы изучаем правила космического движения и способы коррекции С которым человек может улучшить свою жизнь Сделать мечту реальностью, достигнуть своего счастья Здорово, здорово Да А теперь понятно, что такое натальная карта? Ну, в общем-то, я немножко разбираюсь Да, пусть и мне понятно, но если по-простому, в общем-то, простым языком сказать, то все мы знакомы с астрономией, то есть названиями планет Ну и может быть кто-то, где они, в принципе, находятся на карте на небесном небосводе А влияние планет или там грахки, это на нас, это совсем другое И вот влияние планет абсолютно для тех людей, кто не в теме, не изучено И вот так вот люди идут, как по минному полю, действительно, или переходят дорогу в неположенном месте, рискуя нарваться на какое-нибудь неприятное происшествие Так что, да, очень образно, конечно, Танечка, ты объяснила это Ну, хорошо, давай тогда перейдем к тем, вот это основа, допустим И человек решил у себя, для себя все это дело узнать и проверить, как он функционирует в этой жизни, правильно, неправильно, что ему надо было бы делать А что дальше? Вот он узнал, что со всем этим делать? Ну, а тогда я же говорила, что мы учим уже Ну, во-первых, когда человек знает уже, с чем он пришел в эту жизнь И какое он место занимает, да, и какое предназначение выбрала его душа, да, куда он идет Тогда он может сделать уже какие-то конкретные решения, да, то есть либо он принимает все, как есть Я это называю кармический автопилот Либо он все-таки хочет улучшить то, с чем он пришел Тогда он будет работать над собой Ну, замечательно, хорошо И, по сути дела, ты этому всему и обучаешь, правильно? Да, это мы всему и обучаем И это очень интересный процесс Я считаю, что это, пожалуй, самый интересный процесс в жизни, да, потому что дает реальную возможность людям Казалось бы, в безвыходных ситуациях найти свет в конце тоннеля и почувствовать жизнь совершенно по-другому Потому что это поднимает себя на совершенно другой уровень Знаешь, мне очень нравятся слова Эйнштейна Не скажу точно вот сейчас прям, но идея будет такая Он говорил, что решение проблемы никогда нельзя найти на том же уровне, где проблема возникла Для этого нужно подняться на уровень выше Так вот, гармонизация, скажем, да, то есть когда мы знакомимся с планетами, со звездами, вообще с небесным миром Да, мы поднимаемся на уровень выше, где мы можем увидеть решение различных наших земных проблем А пока мы на этом уровне только вот бегаем и зациклены только на повседневных проблемах и заботах Я не говорю, ничего плохого в этом нет, если мы занимаемся повседневными своими проблемами, да Но при этом мы должны чувствовать, что мы связаны со всем остальным миром Тогда мы по-другому это всё и будем делать А пока мы будем только зациклены на этом уровне, тогда у нас будет только земной лабиринт где мы будем натыкаться на стены, да, и пространство должно будет для нас выстраивать определенные ситуации где мы должны будем получать опыт, необходимый для нашей души И тогда, представляешь, сколько нужно будет энергии, пространство потратить, чтобы рельсы проложить, трамвай отпустить, Аннушку отправить с маслом, да, чтобы она вовремя там его разлила, да, чтобы вот мы пошли и получили свой опыт А если мы работаем над собой, да, если мы занимаемся этим, мы получаем этот опыт каким-то другим путём через осознание, у нас освобождается вся эта энергия для нас, чтобы мы что-то другое сделали в своей жизни полезное и хорошее Вот поэтому мы тоже учимся Ну здорово, здорово Да Тань, а скажи, пожалуйста, ну, учимся, как происходят эти занятия? Они происходят очно, они происходят заочно Сегодня ведь у нас интернет, и мы по интернету беседуем То есть, в принципе, мы можем как-то и заочно всё это проходить Конечно Или ты считаешь, надо приехать тут вот непосредственно, скажем, на Бали, вот где ты находишься Ну, понятно, там природа, там, собственно, океан, там всё здорово, замечательно, всегда тепло Но не все могут туда приехать, допустим, с нашего континента я ехал, ну, очень таким сложным путём Какой-то я себе запрограммировал путь, и это у меня заняло почти двое суток туда добраться Поэтому сложно Да, и, собственно, из России, по-моему, не так легко Всё-таки как-то это находится достаточно далеко Так, как ты считаешь, или начать можно с чего-то попроще, вот, значит, заниматься теоретической базой, потом теоретическая есть, ну, поехали тогда сессии сдавать очные Да, ну, вообще спасибо, да, за вопрос Я считаю, что как человек откликается Действительно здорово, что сейчас у нас есть возможности и онлайн-общения, да, и есть возможности самолётного сообщения, да, то есть воздушного И можно прилететь всё-таки на Бали, хоть и на перекладных, да, и другой край земли Поэтому каждый уже будет выбирать, насколько у него складывается Конечно, энергетика Бали, она сумасшедшая просто И большие изменения в жизни людей происходят, когда они сюда приезжают Потому что мы проводим все эти практики на берегу океана и занятия, да, и, конечно, это имеет большое значение Но, тем не менее, хочу вам сказать, у меня сейчас вот международный онлайн-курс идёт, уже полгода прошло Он рассчитан на один год И мы занимаемся, это именно не просто планетарная программа, это астрологическая школа И тоже очень большие изменения в жизни людей, да, в жизни моих студентов Поэтому я думаю, что здесь можно идти двумя путями и тем, и другим Что больше сейчас, какие возможности у человека есть Потому что онлайн общение, конечно, даёт огромные возможности Для того, чтобы передавать знания, для того, чтобы работать, да, для того, чтобы улучшать свою жизнь Поэтому я думаю, что где-то в июле, в августе я буду набирать новый курс И, конечно же, передам вам информацию, если кто-то заинтересуется, я буду рада, безусловно А новый курс именно в каком формате это будет проходить? Это действительно на интернете, да? Да, это будет международный онлайн-курс Вот сейчас у меня в группе, кстати, есть студенты из Америки, в Бостоне, из Сан-Франциско, из Будапешта, из Рима, из Сеула Вот это и биография Да, большая очень география, да И уже запись начинается на следующий Так что это именно астрологический онлайн-курс Но я сделаю ещё и чисто планетарные, которые короче, да, потому что астрологический он на год рассчитан И не все, может быть, хотят полностью, да, быть дальше консультировать астрологические консультации, давать А те, кто хочет проработать именно свои карты, коррекционные курсы, я сделаю короче Пожалуйста, будут в центре Сангейт все мои программы Либо на моей страничке в Фейсбуке, да, пожалуйста, приходите, следите за анонсами, я буду рада Майкл, ящик? Отлично, отлично, хорошо, будем, да, будем иметь в виду Ну, а кто захочет приехать на Бали, конечно, милости просим Я помогу с организацией проживания, с трансферами и так далее И, естественно, мы будем заниматься у самого Синего океана А океан здесь невероятный просто Да, должен подтвердить, действительно Причем, как бы, остров Бали, он сам по себе большой остров А еще много островов других И там есть чуть ли не какие-то такие, ну, коралловые острова Куда едут все, это Гилии острова, да, насколько я помню, там три острова есть И очень, действительно, очень интересно и природа, и, естественно, всегда тепло Но самое главное, что мы не едем отдыхать Отдыхать можно у нас, скажем, во Флориде Мы едем не просто отдыхать, а мы можем поехать и еще набраться каких-то знаний И, действительно, какие-то получить какие-то реализации Таня, ну, большое спасибо, во-первых, за время на Бали Я знаю, у тебя поздно, у нас разница во времени уже сейчас, по-моему, сколько? Тринадцать часов, да? То есть, если у нас сейчас полдевятого, восемь сорок, то у вас девять сорок вечера, правильно? Да Да, значит, ну, я знаю, что ты рано встаешь И ложиться надо, соответственно, рано этой энергии Это солнечный день Ну, да, да Но сегодня это у нас было знакомство Первый раз мы давно обсуждаем вариант нашего общения на интернете На нашем интернет-портале радио Центра Сангейтс Я озвучу тем, кто хотели бы это посмотреть Ну, во-первых, все программы записываются Они записываются не только в аудио, они записываются в видео формате Потом делается в них обработка И после этого они выкладываются на YouTube Можно подписаться, найти Сангейтс Радио на YouTube Сангейтс Центр, Сангейтс Радио И подписаться на наш канал И там много программ и достаточно интересных Вот сегодня будет еще две программы Одна психологическая программа Вторая будет программа у нас по картам Таро Кстати, тоже какая-то разновидность прогнозирования, будем так говорить И это тройное W Сангейтс Радио Точка Ком Сангейтс Радио Дот Кам И скайп Сангейтс Солнечный оборот на конце буква Сангейтс 1.08 Ну, на этом тогда мы тебя отпускаем Уходить в царство Аморфея Спасибо большое Я бы хотела закончить только Вообще сегодняшнюю нашу встречу Красивой буддистской мантрой Поскольку сейчас у нас идет такой сложный период ретроградных планет И, возможно, мы об этом пообщаемся в следующий раз Я желаю всем живым существам Быть свободными от любой опасности От физических и умственных страданий И иметь силы, чтобы позаботиться о своем здоровье и счастье Спасибо всем большое Спасибо большое Спасибо, дорогие друзья Таня, еще раз спасибо, что ты была с нами Спасибо, дорогие друзья, что вы нас слушали У нас были, несмотря на раннее время Но, полагаю, так, это не только Россия Но и Соединенные Штаты Несмотря на раннее время Ну, и до новых встреч, дорогие друзья Всего вам доброго, до свидания